Меня зовут Алексей, я работаю в качестве Python Backend Developer уже 5 лет. И сегодня я хотел бы чуть-чуть поговорить про зависимости. Как мне кажется, всем нам в той или иной степени приходится с управлением зависимости сталкиваться и работать с инструментами, которые по идее должны были бы нам эту задачу облегчать. В прошлом году Никита Гришко подготовил замечательный доклад про эволюцию таких инструментов. Давайте, пожалуйста, посмотрим, что у нас было. У нас был, ну понятно, PIP, PIP Tools, о нем Никита рассказывал достаточно подробно. PIP Enf использует под капотом PIP Tools. В принципе, достаточно хорош был на тот момент, достаточно перспективен, но у него была проблема. он был медленным. По E3 гораздо быстрее, но сырой. Про флиты в конду ничего не могу сказать. На самом деле их я не использовал, поэтому их пока оставим. Но мы живем в эпоху перемен. Давайте посмотрим, что у нас на сегодняшний день есть. Что стало? PIP, само собой, никуда не делся. PIP Tools, в общем-то, тоже развивается. Релиза было уже в этом году, 13 в прошлом. Пипенф умер. С 2018 года релизов не было. На GitHub, если посмотреть вышью, происходит, ну, на самом деле, драма. Ну, для кого-то не драма, для кого-то веселье. Ну, кто как относится к проекту. По E3, тем временем, дорос до версии 1.03. И, в принципе, кое-как с ним уже можно жить. Fleet и конды никуда не делись, вроде как. Но, опять же, им я не пользуюсь. Что у нас появилось? Появился Depthale. Ну, не знаю, за что нам это все, но это такая тула, которая должна вроде как облегчить нам процесс миграции в рамках нашего вот этого вот зоопарка. С PIPenf на Poetry и обратно, если бы не понравилось. Ну, и вот все в таком роде. Еще раз вернемся к PIPenf. Он умер. И вроде как Poetry должен занять его место. Но все ли с Poetry так хорошо? Ну, мне бы очень хотелось сказать, что с Poetry все хорошо. Но даже на нашем проекте, где мы мигрировали с PIPenf на Poetry, есть нерешенные проблемы с Poetry, которые просто не доходят руки пофиксить и законтрибьютить. Чем хорош Poetry, вы можете в него контрибьютить и можете ожидать, в общем-то, что ваши изменения, они, в общем-то, дойдут до апстрима, в отличие от PIPenf. Там такого не случится. Я контрибьютил и туда, и туда. Ну, PIPenf, может быть, и дошло, но уже кому какая разница. Так. Собственно, какие из этого можно сделать выводы? Получили ли мы за прошедший год какой-то идеальный инструмент, который подходит для всего? Ну, конечно же, нет. Все еще нужно выбирать инструмент под ту задачу, которую мы решаем. Допустим, если мы хотим ничего не менять, можем все еще оставаться на том инструменте, который мы используем. Если хотим смотреть в будущее, рекомендую посмотреть на Poetry, хотя не решен недостаток. И как минимум два человека, я знаю, из моих коллег, которые, ну вот, меня очень просили что-нибудь плохое про Poetry сказать, но я не скажу все-таки. Я воздержусь. Вот. Так что с Poetry тоже могут быть проблемы, но к чему я хочу вас призвать. Если в процессе использования какого-то инструмента, который вы предпочитаете, у вас возникли проблемы, не проходите мимо, постарайтесь найти причину проблемы, решить ее и законтрибьютить ваши изменения. Это очень поможет не только вам, но и всему комьюнити. Возможно, когда-нибудь мы получим тот инструмент, который мы хотели бы видеть, и который мы, возможно, заслуживаем. Спасибо. Спасибо.